Сеногорск, город в России, в республике Хакасия, административный центр городского округа, по площади и населению занимает третье место в регионе, численность населения 48 740 чел, физико-географическая характеристика, географическое положение город расположен на левом берегу реки Енисей, 80 км к югу от Абакана, 45 км к востоку от железнодорожной станции Камышта на линии Новокузнецк, Абакан-Юж-Сиба. Рельеф сам город расположен в степной зоне, а поселки Малый Карак, Большой Карак, Майна, Черемушки и Богословка находятся в горно-таежной зоне. Климат умеренно-континентальный климат, годовое количество осадков от 250 до 300 мм выпадают в основном в теплый период времени, средняя температура июля, плюс 18,6 градуса Цельсия, средняя температура января, минус 17 градусов Цельсия. Продолжительность вегетационного периода, 160 дн. История города. Ценогорск был основан 6 ноября 1975 года в связи со строительством Саяно-Шушенской гэса Саянского алюминиевого завода. А в дальнейшем и строительство Хакасского алюминиевого завода на месте существовавшего с начала 19 века села Означенная. Крепость Енисейских кыргызов Амай-Тура закрывала проход вдоль Енисея в Хакасск-Минусинскую котловину. На ее месте русскими властями был основан Саянский острог, село Означенное, стоящее на левом берегу Енисея, имеет давнюю историю. Означенный пункт есть граница государства российского, так записано в исторических документах. Здесь стоял пограничный столб и дозорная вышка казаков, а неподалеку располагались поселения Хакасов. В 1830 году крестьяне из деревни Очуры, отец и сыновья Саламатовы, основали Умайнского порога деревню, означенную Шушинской властей Минусинского округа. По другим данным, Петр I приказал построить острог входа Енисея в степь, защищавший южные границы Сибири и Новопудданных Российской империи от набегов тувинцев и монголов указом от 1711 года. Указав на карте место и приказав построить острог и си место, а значит, новая страница истории из, означенная началась приходом изыскателей и строителей Саяна Шушинской ГЭС. В 1965 году неподалеку был заложен временный поселок строителей строительно-монтажного поезда. В 1968 году было развернуто строительство крупнопанельного домостроения. Быстро стали расти пятиэтажные дома, создаваться объекты производственной инфраструктуры. Был образован поселковый совет в 70-е ГЭГЭ. Промышленное и гражданское строительство еще более расширяется. В 1973 году начал выдавать продукцию комбинат «Саян Мрамор» на базе Кибик-Кордонского и Саянского месторождений «Мрамора и Гранита». Развернувшееся строительство Саяна Шушинской ГЭС дало мощный толчок к развитию производительных сил этого района и росту городских поселений. За короткий срок возникли поселки городского типа Черемушки и Означенное, которые вместе с поселком городского типа Майной стали в 1975 году основой для образования города Саяна Горска. Население на 1 января 2015 года по численности населения город находился на 335 месте из 1114 городов Российской Федерации. Административное деление Саяна Горск административно делится на 10 микрорайонов. 1 и 2 – Енисейский, 3 и 4 – Заводской, 5 – Комсомольский, 6 – Южный, 7 – Советский, 8 – Интернациональный, 9 – Ленинградский, 10 – Центральный. Также есть улицы Ленина, 30-летие Красноярск, Гестроя, Металлургов, Шушинская, Дорожная, Транспортная, Индустриальная, Ивана Ерыгина, Успенского, Пионерская, Почтовое образование в Саяногорске. В городе работают 9 школ, лицей, филиал Тусур, Московский технологический институт ВТУ, Саяногорский политехнический техникум, Саянский техникум экономики, менеджмента и информатики, средства массовой информации, телевидение, телеканал СТС, ТВ 7 грамм. Саяногорск, на нем транслируются новости и прогноз погоды, в Саяногорске также есть местный телеканал Первое городское, вещающий в рамках эфира телеканала НТВ, на нем также транслируются местные новости и прогноз погоды, но при этом вытесняются традиционные программы НТВ. Канал ТНТ с логотипом ТНТ Саяногорск, в радио в Саяногорске вещают следующие радиостанции 69,23 УКВ, Радио России, 70,79 УКВ, Авторадио, 91,5 М, Хакасия ФМ, 101,1 ФМ, Юмор ФМ, 101,5 ФМ, Русское радио, 102,3 ФМ, Радио Комсомольская правда, 102,7 ФМ, Радио России, 103,1 ФМ, ДФМ, 105,5 ФМ, Дорожное радио, 106,5 ФМ, Европа Плюс, 107,2 ФМ, Радио Сибирь, 107,7 ФМ, Такси ФМ, Газета в Саяногорске издается ряд еженедельных и информационных изданий, Твоя среда, Саяногорский курьер, Саянские ведомости, кинотеатры, кинотеатр, Альянс, кинотеатр 5Д, Дома культуры, Массовые представления и спектакли проходят в МАО ДК, визит и в МАО ДК, энергетик, библиотеки, в городе работает 6 библиотек, туризм и отдых, на территории городского округа работают горнолыжный курорт, гладенькая, спортивно-оздоровительный центр, жарки, санаторий и профилакторий, металлург, в городе два магазина туристической направленности, Спортландия, находящийся в крупнейшем торговом центре, МЛ и Суперспорт, небольшой магазинчик в 8 микрорайоне, гостиница в Саяногорске, на въезде в город находится трехзвездочный отель Саяногорск, спортотель, гладенькая, расположенный в живописной долине Бабик, в 7,5 километра от первоклассных горнолыжных трасс европейского уровня и подъемников, в рабочем поселке Черемушки работает гостиница Барус, в ПГТ, майна открылась гостиница Прима экономика Саяногорска, промышленность, основные промышленности, предприятия города, Саянский алюминиевый завод, производство первичного алюминия и сплавов на его основе, Хакасский алюминиевый завод, производство первичного алюминия и сплавов на его основе, завод Русал Сайенал, производство алюминиевой фольги и упаковочных материалов на ее основе, компания Стройсервис, компания Саянстрой, компания Промстрой, завод Саян Малко, ОАО, отделение временной эксплуатации, предприятие промышленного железнодорожного транспорта, Филиал ОАО, ФСК, АЕС, Хакас, КПМС, Сибири, Энергетика, Саяна, Шушинская, ГЭС, Майнская, ГЭС, Банки, Сыногорске работают офисы 12 коммерческих банков, Азиатско-Тихоокеанский банк, Восточный экспресс-банк, Банк Енисей, Банк Кедр, Росбанк, Россельхозбанк, Сбербанк России, Совкумбанк, Хакаский муниципальный банк, Хоумкредитбанк, Центрально-Азиатский банк, Транспорт. В пределах Сыногорского городского округа курсируют следующие маршруты автобусов 4,4 ампера и 5 Сыногорск, Айдай, 6 Сыногорск, Большой Карак, 3,3 ампера Сыногорск, Майна, 2,2 ампера Сыногорск, Черемушки, 1 КСРЗ, Геологи. На всех вышеуказанных муниципальных автобусах стоимость проезда независимо от пройденного расстояния и маршрута составляет 15 рублей. Частные извозчики, работающие на маршрутных такси предлагают более дорогие расценки. В городе есть автовокзал откуда отправляются междугородние автобусы компании «Саяна-экспресс» в Абакан и Красноярск. Из города также можно уехать в такие населенные пункты как Бея, Сабинка, Калы, Новотроицкая, Новоенисейка, Очуры, Новониколаевка, Абаза, Шушинская, Сизая, Абакан, Красноярск. Раньше к северу от города функционировал аэропорт откуда можно было улететь в Красноярск и Козыл. Однако в 1990-х из-за нерентабельности все рейсы были прекращены и здания аэровокзала демонтированы. Однако вскоре на базе аэропорта открылся авиаклуб «Витязь», действующий по сей день. Саяногорск имеет автомобильные водные сообщения с Абаканом и Минусинском. К городу подходят две невзаимосвязанные железнодорожные линии. Камышта, Саяногорска, Предзаводская, Саяногорск. Дальнего пассажирского железнодорожного сообщения Саяногорск не имеет. После обрушения моста через реку Абакань 7 мая 2011 года железнодорожное сообщение с Айногорском прекратилось. Летом 2011 года сообщение было восстановлено. Редкой для России особенностью является наличие внутригородского железнодорожного транспорта. Городской пассажирский дизель-поезд от 8 до 9 раз в день курсирует между городом и Саяногорским алюминиевым заводом, который находится на удалении от жилых районов, но входит в городскую черту. В качестве подвижного состава используется дизель-поезд ДПСАС, сформированный из двух тепловозов ДМ-62 и прицепных вагонов Димиховского машиностроительного завода. Проезд в поезде бесплатный. Связь. Стационарная связь. Монопольным оператором стационарной связи является АО «Ростелеком». Сотовая связь. В городе действуют пять операторов сотовой связи. Билайн МТС. Мегафон. Тело 2. Россия. Йота. Достопримечательности. Хребет Барус. Саянский алюминиевый завод. Саяно-Шушенская ГЭС. Береговой водосброс. СШГС. Горнолыжный комплекс. Гладенькое. Саяно-Шушенское водохранилище.